Приветствую вас на нашем канале, посвящённом ремонту квартир своими руками. В этом видеоролике я покажу, как сделать вот такой вот паторог. Паторог из гипсокартона. Вот будет бит сверху. Паторог будет в зале. Подойди по плюсу. Паторог будет в зале. Получается, вот это вот у нас верхняя часть. Вот паторог наш сейчас. Сейчас мы его зачистили. Тут, скорее всего, посередине будет штукатуриться. Так, будет штукатуриться. Вот эти вот места, то есть здесь будет гипсокартон. Вот так вот, по всему краю. Это пойдёт гипсокартон. И вот с такими декоративными, ну как, округлость получается. Здесь вот, в этих местах будут точечные светильники. Четыре точечных светильника. А здесь пойдёт ещё подсветка. Там дюлорайт или, ну или какие-то другие там виды, я ещё точно не знаю. Здесь будет люстра. То есть это получается паторог двухуровневый. Вот вид сбоку. Получается, вот он как бы основной наш паторог. Это будет у нас второй, как бы второй ярус получается. Вот здесь вот будет дюлорайт. Это специально как место, ну как загиб, угол, который закрывает вот этот участок, чтобы был виден свет, который только исходит вот как бы отсюда. Ну и здесь получается ещё и точечный светильник вот по краю. Так, что делаем первым делом? Начинаем с того, что чертим на потолке, на вот этом, на нашем. Вот он прям как есть. Вот у нас вот эти размеры 50 сантиметров от стен. Так, получается 50 сантиметров. Здесь 50 сантиметров. Вот эта окружность, вот это вот так вот, тоже 50 сантиметров. Я сейчас покажу, как её нам сделать прямо на потолке. То есть первым делом мы этот поторог наносим прямо, вот этот чертёж наносим на наш поторог. Единственное, так вот получается, вот она как бы округлость идёт. Вот она уходит туда, так же. Вот она здесь. И пошёл дальше, сюда. Ну и дальше. Так, единственное, маленько я неправильно только нарисовал. У нас вот получается вход сюда, в зал. livestock. Вот здесь будет ещё продолжение, вот в этом месте будет гордина. То есть у нас это вот опускаться, а здесь как бы дальше продолжение потолка и здесь будет гордина. То есть здесь вот уже нарисовано, так. Нарисуемся маленько неправильно. То есть вот оно место под гордину потолочную. То есть гипсокартон будет вот так вот свисать и закрывать вот эту гордину потолочную. так что было сделано с первым делом надо отметить вот эти вот насколько опускается этот потолок у нас 7 сантиметров и здесь нужно еще знать где верхняя и нижняя точка по потолку то есть у нас вот она получается вот в этом углу здесь у нас 2 метра 64 сантиметра от пола так вот в этом месте уже в этом углу у нас 2 метра 69 сантиметров от пола и здесь тоже 2 метра 60 70 по моему от пола то есть у нас черта вот это ну по ней даже видно вот она как бы идет спускается потому что потолок неровный то есть эта черта на полу уровня сейчас я покажу как у него выстоит берем с того угла то есть я так уже отчертил 7 сантиметров от угла отмеряем ну то есть вот допустим здесь 7 сантиметров отмерили дальше начертили точку поставили 7 сантиметров дальше можно по уровню то есть мы стали регулировали все и отчертили и так и по всему периметру то есть это у нас будет весь потолок теперь в один уровень то есть профиля будут набиваться в один уровень потом ну дальше я покажу как вот это вот все делается профиль мы используем для такого потолка 27 на 28 это направляющий профиль он прибивается к потолку и к стенам то есть он идет в основном для потолка используется приливается или так или так вот так и используется уже профиль 60 на 27 так вот этот профиль уже порезан у нас он уже у нас вставляется то есть вот этот прибивается а вот этот профиль вот так и вставляется все вот так он вставится и снизу уже будет прикручиваться гипсокартон все в принципе дальше сейчас я покажу как это все делается все